Я хочу с Божьей помощью продолжить тему, начиная в прошлом уроке. Реально наши две главы Бамидбар, предыдущие и настоящие, они очень тесно связаны друг с другом. Мне непонятно вообще, почему эти главы разделены буквально в середине. Когда кончается предыдущая глава о обязанностях левитов, часть обязанностей в конце предыдущей главы, часть начиная, начало нашей главы. Просто надо подумать и узнать, что оно написано. Но в целом я хочу просто сказать, что эти две главы нереально, у них есть одна тема. Не единственная тема в каждой главе, но есть общая тема. это буквально стан Израиля, как бы их разделение на семьи, на должности, на обязанности. А с другой стороны их объединение. И это объединение все в целом направлено на служение, на служение в храме, в передвижном храме в пустыне. Это в двух словах, одно, что здесь пишется в конце нашей главы, о приношениях Несим, глав в колен. Я хочу коснуться одной темы. Буквально сказано несколько слов в книге Зоара в начале главы Бамидбар. Я вернусь туда и должна еще говорить. С одной стороны, в наших главах, это важность каждого еврея, каждый посчитан. То есть, я говорил в прошлом уроке, это хумыш пикудым, посчитан. А другой стороны, это счет не разделенных единиц, на счет, так сказать, облиняющих в единое целое. И сразу есть уровни. Есть первый уровень – это колено. Потом есть уровень буквально лагеря трех колен, как было в прошлом году. Потом это объединение всего нашего народа. И начнем все начать с очень таких емких слов в книге Зоара, которая начинается буквально наше. Игбамидбар. В книгах, когда вспоминается, «Вейдебера шемель маше бамидбар синай, боэль моэт». Что говорит книга Зоара? Почему в начале нашего хумыша вспоминается, «Мидбар синай», еще упоминается «Ойль моэт». Там есть такие интересные слова в книге Зоар. Это воинство Торы и воинство передвижного храма. «Мидбар» – это намек на Тору, который был в пустыне. А «Ойль моэт» – это намек, как прямо написано, имеется в виду, с кинезабетно передвижной храм. Что мне сейчас очень важно подчеркнуть, то, что книга Зоар говорит, что воинство Торы и воинство храма – это то же самое. То же самое. В нашей главе тоже касается служения. Есть у нас такая глава, двенадцати приношениях в НСИМ, буквально глав колен. Все приношения были абсолютно одинаковыми. И Тора уделяет, так сказать, каждому из них особое внимание. Каждый записанный. Более того, это одна из глав, которые читаются неоднократно в течение года. Это очень удивительная вещь. Мы читаем ее в этот шаббат. Мы читаем ее также на Хануку. В общем, на Хануку мы читаем несколько раз. Дважды, каждого носил. Еще есть такое обычаю у многих евреев – читать эти главы в дни, когда они были в дни приношениях. Иуда привез в свое приношение в начало месяца НИСАН. Это читают в «Хорошходочный НИСАН». И так далее. Двадцать дней начала НИСАНа читают эти главы. И даже более того, это упоминается как одной из причин, почему то, что были приношения в пустыне, «Почему мы в месяц НИСАН, ходишь в НИСАН, мы не говорим «Тахану»?» Они говорят «Тахану». Почему? Потому что большая часть месяца прошел особой святости. Это сам Песох. И двенадцать дней приношения НИСАИМ. Это ведь очень, на самом деле, поразительная. В чем поразительная. Есть в объяснениях о комодности НИСАИМ, упоминают наши молодежи в частности Раши, понятие «Орадша». То есть, во-первых, «Курбан актор», буквально воскурение, никогда не приносит одинщик, «Рафида», «Курбан сибур», это предложение общины, а не одного человека. Пишут Раши тут «Орадша». «Орадша». И это очень серьезная проблема. Знаете, в Торе нам даны вещи, которые являются вечными. Это не вещи, приходящие. И что эта вещь написана в Торе? Это не рассказы о событиях предыдущих, это буквально, это отпечаток этих событий, он остается во все поколения Вечности. Это, вроде бы, очень удивительно. Что имеется в виду? Чтобы эти вещи объяснить, я хочу вернуться к Пашат Рума. Пашат Рума. Пашат Рума, это место, где нам дала заповедь Торы о средстве храма. Как сказано там, «Васуны мигдас бешер ханты бешер хам». И сделать мне святилище, вон храм, и буду присутствовать где? Бетухам. Где сказано Бетухом? В храме. А Бетухам буквально в них. В них. То есть, замысел храма, не просто сделать место присутствия Всевышнего, а тем, что мы трудимся, мы вкладываем себя, мы приносим приношения в храм, жертвы и так далее, и мы сами приносим, и они приносятся на жертвенники, посланниками к войне, постоянной жертвы, временной жертвы. Все вместе это, это, это часть срединства храма, и служения в храме. В чем сила этого? В том, что в силу этого, «Слава Всевышнего, шаханты бетвесаихан, я буду присутствовать в их сердцах». Я напомню здесь слова Вилинского Гаона, который говорил, что разрушение храма – это была буквально смерть для нашего народа. Что такое смерть? Это когда нас подоставляет наша душа. Душа нашего народа – это был Всевышний. Эта вот шхена, которая была в наших сердцах, шаханты бетухам, это была живая душа нашего народа, нас оставила, после того, что было раньше, это называется смерть. Идемте дальше. В той же самой главе Трума есть медраж, я уже, думаю, ни разу привозил его, еще раз. Медраж – это шмо траба, это следующая вещь, что сатрума, она буквально, реально, это почти сразу после получения Торы, а более того, это буквально сразу. Когда была нам дана Пороша Трума, когда получил Маша Рабейну, это была большая дискуссия. Раньше говорили, что было, после Золотого Терца. Золо, говорили, что было по порядку, это было еще до Золотого Терца. Но то, что однозначно, то, что это была заповеда нашему народу Маша Рабейну, это после, как он вернулся с третьего подъема на Грусинай, после Мкипура, спустил вторые скрижали, после этого он забыл нашему народу, от Всевышнего, всю заповедь садиться в Мишкан и все прочее. То есть реально, когда мы заново получили вторые скрижали, сразу же получили наставление, были обязаны принести подношения, из которых строился Мишкан, и построить его. В этом смысле, в этом смысле, в зависимости от Мишкана и получения Торы. Тор получили заново в Мкипура, получили вторые скрижали, буквально одно с другим. Думаю, что с этим я так и лучше объясню, будет более понятно, то, что говорит Медраж. Медраж говорит о садите Мишкана в следующую притчу. Что же похоже на царя, который обойдет дочь замуж. Дочь единственная. С одной стороны, она обойдет ее замуж. И понятно, что она обойдется под власть мужа. А с другой стороны, дочь эта единственная. Не может не расстаться. И говорит отец невесты своему жениху, ты берешь ее в жену, она будет твоей женой. Если хочешь, ты можешь взять ее к себе. Я тебе не могу мешать. Но с другой стороны, пойми, она у меня единственная дочь. Единственная дочь. Есть одна просьба. В любом месте, где вы будете находиться, сделайте для меня какую-то маленькую комнату, чтобы было место для меня. Что здесь имеется в виду? Всевышний дал нам, нашим народом на горе Синай, величайшее, свое величайшее создание, как называется Торы. Торы – это перевосточник всего мира. Всевышний буквально по Торе мир строил. И вот на горе Синайе благодаря нам. Нам, не ангелам. Более того, что есть благодаря нам, потому что реально сейчас, после получения Торы, будут ли Торы, они постановляют и решают, что можно, что нельзя. оттуда не возникают сомнения. Торы подданы нам. Сказал Всевышний такую вещь. Нельзя отрывать меня от Торы. Торы должны вместе со Всевышним. Короче говоря, когда мы получаем Тору, на скорую неделю у нас наши годы, это не так долго, через неделю у нас наши годы, то реально это означает, что мы, обретая Тору, нам нужно сделать место у себя и для Всевышнего. Тора Всевышнего, она неразрывна. Если отрывается от Всевышнего, то как-то это не та Тора. Не та Тора. И теперь мы поймем связь. Хочу объяснить так, из слова книги Зоор, что Зоор говорит, что в начале книги Мидвар говорится о воинстве Тора и воинстве Храма Передвижного, это то же самое. Потому что воинство Храма означает, что все, весь наш народ, не только коинами, не только львами, весь наш народ, который вложил себя в Храм своим приношением, своими трудами, своими жертвами, это все, все были частью служения в Храме, строительство и служение. То же самое, все, немного иначе. Каждый еврей, у него есть участие в Ториях, он учит Тому, обучает своих детей, своих учеников, поддерживает других, которые занимаются Торой. Весь наш народ, скажу так, в таком виде, как он должен быть, он весь называется воинство Храма и воинство Тора. Это то, что я понял из слов книги Зоор в начале предыдущего главы Мидвар. Более того, добавлю вам еще одну вещь, тонкая вещь, которая, знать, что у нас есть, чего у нас нету. Винский Голм писал, что сегодня реально самый нетронутый устой мира. Мир строится на трех основах. На Торе, служение, и минута сады, делание добра. Ну, и служение основное место, безусловно, храм. Зооружение, казалось бы, то у нас есть. Бишут Гоон Мидаж Эйха, есть такой пасук, книгу Миграт Эйха, Малка Весерея Багуим Эн Тойру, что в сферу из-за нарушения храма потеряно, у нас потеряно Тору. Шучь потеряно Тору. Мы учимы ежедневно, и сегодня это абсолютно истина. Толма Тойра книга Ткула, Тору цена всему. Есть просто уровни Тору. Уровни Тору. Поэтому он говорит... Под рукой Сидур. Мы говорим после Шмана Весера, после молитвы стоя. Ирра Цону и Фанеха, пусть будет воля перед тобой, Ашем и так далее. Шибанай Бетамик Держава Мэйд, чтобы построить храм скорости. Идут вам слова, и дай наш удел в Торе. И что говорит, почему? Потому что без храма у нас нет нашего полноценного удела в Торе. Это слова Великого Бога. И сейчас мы просто поймем. Мы уже говорили сегодня, что истина величия Торы, когда на Торе находится у нас в Месяце Всевышнего. Это замысел строительства передвижного храма. То, что было Мидраш, Всевышний просил, чтобы нам было на Торе. И это должно быть место и для него среди в нашем встании. Что такое место в нашем встании, это имеется в виду передвижный храм, или уже по приходу в Святую Землю, постоянный храм. Короче говоря, если храм разрушается, то, например, сказано, видишь, «Эйхо» «Малка басре богу им энтуир». Что это значит? С одной стороны, обязанность, которая не изменилась, не дает. Даже более того. Более того, я вам расскажу в конце. Но при всем при этом, то величие Торы, которое было, когда был храм, у нас его нет. Асамонет. Асамонет. Давайте просто поймем, и идем дальше. «Есть устаны Израиля в пустыне. Два состояния. Одно состояние, когда он идет, идет. Он идет. Тогда, вроде бы, храм разобран. Но есть там эта тонкая вещь. Огонь, когда спустился с неба, когда он на жертвеннике, он не тухл, он горел. Он прикрывали, что он не обжигал, так сказать, не разжигал, покрывал, а был огонь. Более того, безусловно, что и шхена присутствовала постоянно. Я вам позволю сказать, что, может быть, это тоже является намеком, состоянием, когда есть, наш народ находится в пути, и храм не собран, но при всем при этом шхена с нами присутствует. Второе состояние, это когда храм стоит, храм стоит, и народ стоит, и тогда приносятся жертвы, служат в храме, все, что нам заповедано потом. вот, вот есть тут две, есть средство храма, есть служение в храме, есть нечто, что является, как бы, переходом от средства к служению. И тут есть два этапа. Один этап называется, Ямей Милуим. Это дни, когда освящался храм, и освящались Коанлим. Ямей Милуим кончились первого Ниссана. Первый год мы выходили из Египта. Первого Ниссана, после семи, семи, Ямей Милуим, спустилась шхена в мешкан. Буквально, что делали эти семьи, приносили жертвы в отношениях. В чем смысл этого? Можно говорить не раз, что, знаете, курбаны, слово кирва – близость. Приношение – это то, что приближает нас к Всевышнему, приближает Всевышнего к нам. То есть, смысл храма, чтобы храм был причиной присутствия шхины и в храме в наших сердцах. Как это происходит, когда мы приближаемся к Всевышнему, он приближается к нам, это весь порядок приношений, и Милуим, и после этого, и всегда, когда храм существовал. То, чего сегодня у нас нет. Дальше, следующий шаг – это не было вроде бы запобедано, это было добровольное пожертвование глав каждого колена. Реально, не каждый, они вместе, это от них исходило, что они приносят, и это было согласие и воля дворца. В чем смысл этого? В чем смысл этого? Это уже вроде бы уже после Ханукката Мизбея, уже храм был освящен. В чем смысл этого, как я это понимаю, этих вот приношений жертвования глав колен? Надо ведь немножко понимать. Глава «Наси» есть слово «Наси» на святом языке, как правило, «возвышенный». Реально, есть в начале книги в Икру законы, когда «Наси» ошибается, и так далее. И там, что такое «Наси»? Это имеется в виду царь, Мелых. Мелых. И в этом отношении, когда мы говорим сейчас о главах каждого колена, они были в том, как каждый из них был царь своего колена. В чем смысл этого? Знаете, Мелых. Наси. Знаете, через царя, я говорю сейчас о истинных праведных царях, истинных праведных глав колен, нечего по-другому. Реально, они как бы являются не просто головой, но и головой. Головой и сердцем своего колена. То есть, Божественное проявление на их коленах как-то проходит через них. Реально приношение, нести им глав колен, это не просто какая-то личная жертва. Нет. Исходило от каждого из них в отдельности. Но это приношение, глава колена, я позволю сказать эти слова, и именно как главы колена это проявляется. Это, короче говоря, в каком-то смысле это приношение всего колена. Вот так можно понять общий смысл этих двенадцати приношений. Есть, уже не разу об этом говорилось, написано много, все предстоят одинаковые отношения. Но каждого было свое намерение. То есть, есть тут очень глубокая вещь. Люди любят проявлять свою индивидуальность в внешних вещах. На самом деле, истинная индивидуальность направляется в внутреннем мире, а не в внешних вещах. Вот. В внешних вещах тоже была разница. У каждого колена был свой флаг. Дегель. Дегель Махана Ефраин. И пишет Дегель, что что такое Дегель? Это буквально покрашенная, определенный цвет простыня. Так пишет Дегель. Это буквально источник понятия знамя сегодня. Это, я бы сказал, это места в тоже. Только одна маленькая разница принципиальная. Как она была покрашена? Как она была покрашена? Раши объясняют, что у каждого из колен посоветствовала камень на Хошен Мишпат. Там, где были у Грибы Тумы, там были камни, которые светились. У каждого колена был свой камень. Он покрашен под цвет того камня, который ему соответствовал. Что это значит? В чем смысл этого? Вчера, позавчера уже. Он сказал, дерг цвет был величайший, очень мудроизатор. Он напишет, да, вот у нас следующую вещь. Цвета, они имеют очень большой смысл. То-то, что он понимает в тайном учении. Цвета, допустим, белые, маленькие примеры тоже. Во время служения в храме в Йом-Кипур, в Йом-Кипур, в Йом-Кипур. Была такая лошоншая загури, такая вот, волокна, которые были покрашены. Люди близки к красному свету. И в Риве достались искупления, он превращался в белый. В чем смысл? Красный цвет – это символ тяжкого суда. Красный цвет. А белый цвет – символ прощения. Просто в руках есть той самой Торы. Приводит Рамхан, допустим, в книге «До этого ночи», допустим, зеленый свет. Зеленый, имеется в виду, не наш зеленый, это называется более желтый, чем зеленый. Это свет, как соответствует Милятору Хамиму. Мера Милосердия. Короче говоря, Всевышний в разных цветах, они символизируют различные медоты. Те способы, те качества, которые правят всем миром. Эти качества, они проявлялись также и в творениях. Например, «Калянадан». Слово «дан» – это слово «дин» – суд. Есть место в Масаде в Псахе, где говорится, что был там один еврей, который говорил, по каждому поводу он требовал дин Тора. Требыл, чтобы идемте на суд Тора, искать дискуссия. Нет. Если выпить лихаями, помириться, не надо идти на дин Тора. Что такое? Очень приятное поведение вроде бы. Говорит, говорит, «Гомара» – очень интересную вещь. Сказал Денисовом Десопторе. Этот человек пришел из колена Дан. «Калянадан» соответствует, действительно, Мидрис один. Колена Дан. Так вот, реально колено Израиля у каждого было свое внутреннее духовное лицо. И это духовное лицо, оно проявилось и раскрылось в их приношениях. Хотя все они были одинаковы. Внешне. Теперь у нас есть бедовцы, что каждый имел в виду что-то свое, в тех же самых приношениях. Теперь давайте поймем, что смысл в этом приношении. можно говорить, что храм, статистического его, служба в нем, смысл в том, что таким образом присутствует шхина в нашем народе. И мы говорим сейчас о приношениях колена Израиля. Глава колена Израиля. То, скажем так, глава каждого колена, он был представителем колена, приблизить свое колено к Всевышнему, и тем самым удостоиться его колено обрело присутствие шхи. И причем, понятно, что у каждого колена это было в рамках характера его деятельности, его, скажем так, душевного естества, чтобы реально у каждого из них было свои обязанности и свой удел в служении. Я хочу немножко объяснить. Есть у нас в Торе колена, которые не просто отличаются от других, даже более того, они отличаются, им даны другие заповеди. Кто это? Кое они? Священники и левиты. То есть у каждого из них буквально вся единая Тора, но она разделяет между нами, в смысле, не дай Бог, вражды и разделения, но у нас есть разные заповеди. То, что назвоено на Исраиль или левиту, или назвоено на Коин. Те привилегии, когда есть у Коина и у левита, нет у Исраиля. И не просто привилегии, а заповеди другие. Если, по-моему, что говоря, нашей главе, мы говорим о Беркад Коине, Беркад Коине, Беркад Коинов, если Исраиль будет дать благоставление, как Коин, в синагоге, и так далее, то он нарушается контор. Он нарушается заповеди Тора. Есть разделение буквально и заповеди, это то, что прямо Тора говорит. Однако, там, где этого значения нет, нет никакой разницы по заповеди Торы между коленом Рубина и коленом Юта. Нет никакой разницы. Но она есть. Что это означает? Что касается, то, что он весь обязан, нет никакой разницы. То, что касается детали служения, которая уже не является абсолютной обязанностью, а уже зависит от личности человека. Тут есть разница между Рубином, Юдой, Исохором, Исохором учился, Исохором его поддерживал. Это разделение. Это не одно и то же. То есть, смысл, смысл приношения этим вот, приношения Несиим был приблизиться к Всевышнему и главе этого колена и всему колену, с тем, чтобы по характеру этого колена удостоиться Всевышнего среди них и жить со Всевышним, с Симатором, со Всевышним по его воле, в космосе по его воле, по его воле, которая является универсальной для всех и по тому пониманию, тому ее раскрытию, которое не отражается реально на практическую Аллаху, которое касается каждого колена и колена. Так я могу самым способом объяснить смысл приношения Несиим. Дальше, в конце нашей главы говорится о том, который причисляет всех их приношениях вместе. Они не остались каждым по себе. есть вместе, есть единое, то есть, так же, как было до этого Дни Милуим, буквально, освящение храма, так есть Дни приношения Несиим, главы колен, и вместе это все превращается в, у каждого своя отдельная жертва, а написано отдельно в Торе. Она имеет особый смысл, особое намерение, но все это объединяется вместе, вместе, вместе приношениях нашего народа. Каждое, каждое колено, каждый индивидуум, он становится на свое место в служении, тем самым он объединяется со всеми. Понимаете, у человека есть голова, руки и ноги, не каждого из них есть своя функция. И человек вдруг захочет, давайте сейчас, пусть я буду ходить на руках, а писать ногами. Ну, по-моему, это понятно, не надо объяснять. Есть в целом в духовной структуре нашего народа есть различные оценки служения Творцу. Эти оценки в целом, мы должны все быть едиными, то, что мы не переживаем за кшивот, то, что говорится в Ихан Исой Канега Дагар, когда дальше в кишах отбалевахат с единым сердцем, с единством. Это единство происходит в чем? В том, что каждый находится на своем месте. Каждый делает то, что им возложено, каждый помогает друг другу, буквально участвует и с другим, но каждый находится на своем месте. это все в общих чертах, то, что мы видим в частности, все главы предыдущие и главы предыдущие, это главы. Коснуться все-таки еще одной вещи. Реально, мы уже упомянули, что прижение в храме это причина, что у нас уже строятся Торы, строятся Торы смениться со Всевышним. Реально, когда у нас храм разрушен, то мы теряем, как бы Всевышний нас заставляет и мы теряем в Торы. Но, с другой стороны, надо знать одну вещь. Если, когда был у нас храм, у нас была возможность приблизиться к Всевышнему через это отношение, через служение в храме, это была огромная часть аппетита Торы. Это у нас сейчас ничего нет. Значит, другое. Значит, есть Тора, в которой говорится, мы говорим, это в слихот, «Энну щур, эра той, эра азойс». У нас нет, не стало ничего, кроме Тора. об этом написал, он пишет там, «Рабшах», «Рабшах», выносит поисловие к нему, книги о Везере, что нельзя ошибаться и думать, что раз не стало так мало, только Тора. В Торе у нас есть все. Теперь просто один маленький пример. Маленький пример. Сказано, что человек, который изучает законы при отношении в храме, при отношении в храме, то он как будто бы эти законы исполняет. И рассказываем, в гморе, давайте сейчас поймем. Вот эти наши главы, главы о приношениях, глав колен. Эта вещь не прошла. Сегодня мы, читая эти главы, изучая Тору, тут их Тору, мы как бы возвращаемся к себе, тот свет, которую колено удостоились, когда приносили эти приношения. И этот свет, когда, буквально, когда каждый колено находится на своем месте в служении, с одной стороны, а с другой стороны, объединяется со всеми, быть вместе, единым народом Израиля. Вот это, этот путь приближения к Всевышнему, путь, как у нас ставится как образ за присутствие Ишхины. Это, действительно, это не одноразово. Этот путь, буквально, учрежден в пустыне, наверное, во все века. Поэтому, эти вещи, они написаны в Торе, во все веках. Поэтому, нам реально, нам осталось сегодня это только живительная сила Торы. Каждый, 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 по-своему, и в смысле учебы, и в смысле участия в этом, кто сам учится, кто помогает. Особенно, конечно, великая католизм, наших жен, нам помогает. И все вместе, и так все вместе, как каждый год, это на своем месте в служении. Цельная истина желает добра каждому другому еврееву на его месте. Так мы объединяемся, вместе, будучи единым народом, мы готовы, удостоиться получать Тору на Гресинай. Это каждый год, шеврот, возвращается за тот же свет, который был на Гресинай. И это, реально, у нас еще есть неделя, когда к этому приготовиться. Всего хорошего. Игорь Негода.